Приветствую вас и давайте сразу мы с вами определимся с вашей ситуацией так Если вы хотите решить свою проблему Да, если вы хотите как-то действительно сохранить брак, сохранить отношения Если вы понимаете, что ваша женская жена в общем-то не виновата в том, что у нее сложилась вот такая ситуация, да Вот что, ну, не она за это несет ответственность, хотя вы, наверное, может быть это понимаете, но тем не менее Если вы действительно хотите вот именно с ситуацией своей разобраться, то то, что я вам скажу, возможно вам поможет Ну, то есть я очень надеюсь, что вам это поможет Итак, дело не в зубах Вот давайте сразу в этот момент мы с вами постараемся как-то принять Дело не в зубах и не в основном подбородке Дело здесь немножко в другом Дело все в том, что раньше вы свою жену принимали Да, вот такую вот с определенными дефектами, но принимали А сейчас принимать перестали И это связано с внешней стороной Потому что раньше вас это устраивало И это связано даже не со всеми сферами Чувственной стороны Потому что ведь подбородок у вашей жены появился после того, как вы, как бы, стали родителями Значит, дело здесь не совсем в том, что она вас там, например, раздражает как-то, да? А дело здесь скорее в том, как вы ее воспринимаете Как вы ее позиционируете, например Я имею в виду вашу жену Какие она чувства у вас вызывает? Любите ли вы ее по-прежнему или нет? Какие у вас отношения? Какой у вас климат в отношениях Это тоже очень важный момент Быть может, вы устаете на работе очень сильно Такое, знаете, вот тоже бывает, да? Бывает, когда человек вот устает очень сильно И его раздражает все, что происходит И это нужно понимать Нужно понимать, что с вами происходит Нужно понимать, что вы чувствуете Раздражение всегда Это как бы форма Это как бы форма Того, что вы чувствуете Это сигнал Это сигнал Это сигнал о том, что вам нужно Что-то в своей жизни менять Ну, скорее всего Что-то в своей жизни менять Другое дело Другое дело, что вы хотите менять В своей жизни Это уже вопрос немножечко другой Но то, что менять нужно Это совершенно очевидно Я хочу, чтобы вот это вот Вы постарались для себя понять Далее Далее Если вы Если вы Хотите опять Сохранить Свои отношения С супругой То вам Нужно Как следует Подумать Что именно вас Раздражает Вашей Жене Что именно Раздражает И почему Раздражает Это Принципиально важно Чтобы вы для себя На этот вопрос ответили Завтра Раздражает Еще раз Не зубы Завтра Раздражает Нечто иное Нечто более глубокое Скажем так И вот Об этом Я и хочу Чтобы вы Как следует Подумали Сами для себя Сами для себя Не начало А после Уже Возможно Более конструктивно Вот Понимаете Еще раз Раньше Раньше Значит Союзе Ну Понимали И любили Такой Какая она есть Теперь Теперь Вы Получается Перестали Это делать И я хочу Чтобы вы Постарались Определить Почему 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 Вы Перестали Это Чувствовать Почему Вы Перестали Любить Также Относиться Точнее К Своей Женщине Почему Вы Стали воспринимать Ее Иначе Ну По другому Да Вот На эти Вопросы И нужно Вам ответить И тогда Вам станет Понятно Полетини Ваше Подображение Тогда Вы перестанете Наивно Полагать Что Дело 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 Понимаете Ведь Образ Который Вы Чувствуете Образ Который Вы Видите Образ Вашей Женщины Это Цельная Такая Структура Это Цельная Составляющая И Нужно понимать Что Эта Цельная Составляющая Она Не зависит От таких Факторов Как Зубы Второй Подбородок И прочее Наверняка Наверняка Вы видели Ээээ Ситуацию Где И когда Ээээ Женщина Довольно А Мужчина Там Худой Красавец И Так Далее Он Спокойно Со Своей Женщиной Идёт И Всё Как бы У него Хорошо Я хочу Чтобы Вы Постарались Для себя Понять Что Это Важно В первую очередь А не то Что Вы Говорите Про Зубы Вы Сами В чем-то Неудовлетворены Вот И Давайте Подумаем В чем Именно Вы Можете Быть Неудовлетворены И Как Вам Помочь Да А Значит Свою Неудовлетворенность Преодолей По Существу Делать И Вот Если Если Мы Поймём Как Вам Помочь То Тогда Да Я Думаю Что У вас Все Нормализует Нормализует Я Думаю Что У вас Все Куда Лучше Как Только Вы поймёте Причину Своей Неудовлетворенности Вот Вот Так Я Думаю Можно Отвидеть Вам На Ваш Вопрос Надеюсь Что Он Был вам полезен Мой ответ Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Дополнительные вопросы У вас остались Буду рад помочь Пишите в личку Если Вам Понравился мой ответ Буду благодарен Если Сделаете его лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи